МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О бизнесе я узнал не искренне. О бизнесе я узнал не из тренингов. О бизнесе я узнал не из рассказов каких-то людей. Был один человек, который сделал все. То есть один человек в одном корпусе. Он же меня сделал, ну что? То есть у меня не было кучи преподавателей. У меня вообще никто ничего не преподавал. Меня заставляли думать. И думать моделями, и искать альтернативу. Думать моделями, искать альтернативу. Думать моделями, искать альтернативу. То есть первое упражнение всегда было вот это. И если я не мог это сделать, где-то я продолжал искать альтернативу, пока ее не находил. Вот, например, давайте я вам покажу три альтернативы одной и той же профессии. Смотрите, ученый, уголовный следователь и разведчик. Это одна и та же профессия, абсолютно одна и та же профессия, только они занимаются разными вопросами. А что вы скажете, если я вам скажу, что на Земле всего четыре профессии? Что больше нет? И быть не может даже теоретически с научной точки зрения. Как вы к этому относитесь? Помните, люди говорят, есть такое понятие профориентирование, профориентация. Ну куда мне? Для чего я принадлежно? Просто, ну скажите мне, ну пожалуйста, психолог. Я не знаю. Они сами не знают, для чего они предназначены. А вы говорите, что вы? То есть для того, чтобы человека сориентировать, не нужна психология. Достаточно на него посмотреть. Сейчас расскажу. Смотрите. Смотрите. В мире существует четыре профессии. Все остальное мультипликация этих профессий. Смотрите. Когда-то, когда-то были люди, которые дрались один на один. Помните, было такое турнирное рыцарство в этом? Смотрите. И это превратилось в целую плеяду профессий. Вот такое огромное количество мультипликационных профессий. Все, что связано со сделками, с контрактами, с прочей хренотенью, это тот же самый поединок. Поединок между двумя людьми. Смотрите. Вот два копья, два коня, вот они сходились, били друг друга. Били друг друга. Один побеждал другого. Сегодня это выглядит как подпись, поставленная под контракт. Смотрите. Вот кривая абсурда привела это к подписи под контракт. Двое сошлись, один упал, поставил подпись под контракт. Это то же самое. Та же самая профессия, турнирное рыцарство, которое существовало много-много веков. Вторая профессия. Назовем ее комбинаторикой. Помните, в средние века сидели люди, типа как ординала Ришелье, которые сидели и в шахматы играли. Помните, как ординал Ришелье играл в шахматы с гартодиаком? Он говорил, это пешки. Они ходят только вперед. Это фигуры. Они ходят по-разному. Это королева. Она ходит как урода. А король – это самая слабая фигура. Нужная для сопоставленной защиты. Так вот, вот эти комбинаторы великие, помните, потом Астап Бендер появился, как литературный. Вот это вторая профессия, связанная с комбинаторикой. То есть люди, склонные к комбинаторике, они как бы составляют вторую плеяну профессии на земле. На сегодняшний день. Что такое комбинаторика? Это комбинации, схемы, темы. То, что в бизнесе считается идеями, механизмами воплощения этих идей. Это комбинаторы. Всегда, во все века существовали такие люди, которые играли в шапку, то сидели, и говорили, что это фигуры, они ходят по-разному, и так далее. Такие, как кардиналы в жюле, политики и прочие люди, которые считаются великими комбинаторами. Вот Астап Бендер, который знает, помните, он 100 с чем-то способов честного отъема денег у граждан сдал, да? Вот это комбинаторы, да? Насовите это, как хотите, супервайзер. Я не знаю. Люди придумывают симуляции для каждого шагу. Главное название придумывают. Факт, остается фактом. Смысл этой деятельности в механизмах воплощения задуманных. Есть третий вид деятельности. Назовем его скромно разведкой. Во все века, во все времена люди нуждались в информации для того, чтобы принимать стратегические, оперативно-тактические решения. Сегодня это выглядит, как маркетинг. Как все маркетинговые специальности вместе взятые. Пожалуйста. Вот. Шпионы. Вот. Маркетинг. Вы помните, как начинается фильм «Д'Артаньян Ваши высокопережные толпа». Он говорит, запомните хорошо, что дед такого народа, которого я не могу посадить в гости. Так вот. как вы видите, вот это маркетинг. Написали? Специализация. И механика. Это люди, которые стоят у станков. Это люди, которые хорошо делают компьютерочки. Люди, которые хорошо делают свою работу специализированную, механическую. Точат детали на заводах и так далее, и так далее, и так далее. Других специальностей нет. Вы скажете, Олег Ильич, ну что вы такое говорите? Ну как же другие специальностей нет? Ну должны быть быть. Давайте попробуем. Врач. Смотрите на доску. Это разведка, конечно. Нужно поставить диагноз. Исследовать вопрос, а как лечить известно. Самое главное в медицине грамотно поставить диагноз. Все остальные, препараты, схемы, все известные. Главное в область поставить диагноз. Можем комбинацию сделать. Смотрите. Разведка и механика. Хороший хирург. Вот комбинация этих двух вещей между собой создает хорошего хирурга. Давайте возьмем психиатра, психолога хорошего. Как это будет выглядеть? Смотрите. Комбинаторика и разведка. Вот он, пожалуйста. То есть выход за эти четыре специальности не будет. Почему так? Да все дело в том, что у человека всего четыре реакции психики, которые существуют. Больше их нет. Поэтому и специальности больше нет. Потому что нет больше реакции. Т.е. давайте посмотрим. Смотрите. Если возьмем турнирное рыцарство, давайте назовем эту реакцию психики как у хищника. Ну, хищнической, да? Т.е. нам так удобнее с вами с тобой. Т.е. представьте себе два хищника сошли с одним другого загрузки. Да? Прекрасная идея. Смотрите. Вот эта разведка, это рептилоидная реакция психики. Ну, представьте себе рептилию, крокодила и так далее. Можете себе представить? Варана и так далее. Т.е. эти люди что? Вы такие. Вы с ними разговариваете ли? Вот так все вместе. Стоят? Ну, все ли это? Видите? Есть комбинаторы вот эти вот. Предположим, что это такие великие, да? Товарищи какие-то. У них интеллектуальная реакция психики. Первая интеллектуальная реакция психики. Они мыслители, да? Люди, которые быстро соображают и так далее и тому подобное. И, соответственно, механические вещи, они сводятся к некой специализации ремесленного толка, да? Ремесло. Т.е. которое передается с поколения в врач, это передавалось с поколения в поколение. Так вот, смотрите. Как вы видите? Как вы видите? Если вы посмотрите на то, что нарисовано на доске, то вам станет понятно, что существуют абсурды этих специальностей. И они называются врачи, следователи. Называйте это. То, что они делают, это одно и то же. Все делают одно и то же в разных отраслях. Поэтому сориентироваться очень несложно. Чем вам надо заниматься? Вы-то себя знаете лучше меня. Вот посмотрите кто. И ответ на вопрос очевиден, чем вам нужно заниматься. врачи. Можно изменить реакцию у всех. Можно сделать так, что все четыре будут как шарики. Но поменять врожденную реакцию невозможно. Она сформирована вашими родителями, окружением. Уже изменить ее нельзя. Ее основа дефицитарность. Помните в психологии? Ее основа дефицитарность в психологии. То есть дефицит, который у вас был в детстве. То есть уже все сформировано. Мы обычно встречаемся с человеком, у которого реакция псевики уже что? Сформирована. Мы ничего с этим сделаем. И все, что мне нужно понимать как директору, подходит он или не подходит. То есть когда касается отбора персонала, я не смотрю никогда, что он умеет, будет. Его все равно учить нужно и вооружать. Его никто до этого не учил и не вооружал. Но на реакцию в психике я смотрю. Если ему сделки нужно будет заключать. Зачем мне рептилия? Ну вы же понимаете? Ну чтобы он сделал вот так. Ну понимаете, он приезжает на встречу, там сидят уважаемые люди. Он сидится вот так. И смотрит на них. А ребята, что вы молчите? Он говорит, а что нужно? Вы говорите, я вас послушаю. Они говорят, ладно, мы приехали, мы уже доели. До свидания. Сделка сорвана. Супер коммуникатор, понимаете? На фиг он нужен там. А вот на бандитской встрече прекрасный человек. Великолепный. На своем месте. Когда нужна какую-то экстремальную ситуацию, они не возмутимы вообще. В любой ситуации. Домерзости хладнокрови. Он так одна была большая сказала. Когда все закончил, она сказала, а это домерзости хладнокрови. Они же хладнокровные люди. Они очень медленные. И очень хищные. Вы помните, да? Крокодилы и так далее и тому подобное. И объяснить вообще ничего не будет. Кстати, крокодилы вы пытаетесь что-то объяснить. Разговаривать? Нет, что-то. Глаз съест просто. Меня когда-то учил Джон Лойт в свое время. Один из ведущих специалистов в области антитерора. В Южной Африке. Он меня учил и говорил. Блин, Олег, давай по-другому. Выброси свое европейское обошвение. Здесь все и дальше. Представь себе крокодила вылевшего на берег. Я говорю, он собирается обороняться? Я говорю, нет. Он хочет кого-то задать. Молодец. А я все удивлялся, как у них в их системе отсутствует защита вообще. Они говорят, у нас никто не обороняется. Он столько атакует. У нас никто не обороняется. Бей первую Фрейди и все. И никто не разговаривает. Обратите внимание, по сути все остальное симуляция этих профессий. То есть мы по сути больше четырех профессий не имеем. Смотрите, а специальности у нас сколько? Возьмите классификатор украинской специализации. Вы получите пачки. Это вот такая книга на украинском языке написана. Сидишь, читаешь, думаешь, это кто еще? А это кто? Я иногда такие слова нахожу, которые я даже не знаю. Я столько лет в бизнесе работаю и не знаю, что это такое. Какой-нибудь там новый парень с новой специализацией. А на самом деле это все же симуляция этих четырех специализаций. И по сути своей, что происходит? Вот смотрите. Вот есть оболочка под названием, а механизмы просто так. Что делать непонятно. Вот я адвокат. Что мне делать? Где адвокат? Надо турнироваться. Всем понятно все. То есть нужно выигрывать суты. То есть побеждать в поединке с кем? С обвинением. Да, или с противоположной стороной. Только иными методами. Нельзя копья брать в руки, шпальки и т.д. Ну нужно побеждать в поединке. Как я буду побеждать? Никого не интересует. Главное, чтобы я победил. Я выиграл, так и называется, выиграл дело. Да? Я выиграл дело. Мы их победим. А механизм не понять. То есть книжки по фиктованию читать нужно. Средневековые. Они хренью заниматься, которой они занимаются. А они что читают? Законы Украины применяются каждые пять минут. Механизма нет. Как выигрывать себя? Нужна тактика. А где же тактику взять? Заниматься надо, читать книжки. Не вот эти, которые в библиотеках, а старые книжки. Семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого века. ДНР может быть даже начало процентов. А знаете сколько таких книг? Очень много интересных книг лежат в библиотеках в Европе. Просто они на иностранном языке. Все язык знаете, можно читать. aufращён. Тут вроде две-библиотеки. В общем, это часть. Кольнем. Продолжение следует...